Хабаровск, внимание, дорогие друзья, пожалуйста, максимальная активность под этим видео и особенно это видео надо передать, донести до хабаровчан. Ребят, ситуация серьезная, серьезная. Вы сейчас все поймете по ходу ролика, что к чему и примерно направление наших действий. Пожалуйста, смотрим внимательно. По тому же Хабаровскому, например, я подготовил необходимые документы, там люди открыто нарушали законодательство, мы выберем по фотографиям и по данным, которые есть в публичном пространстве, тех, которые держали плакаты, которые выходили на проезжую часть, то есть прямо нарушали законодательство и в отношении них будем последовательно, никто не уйдет от ответственности. Это известный депутат Государственной Думы, долбанутый, скажем так, человек, мужественный и обаятельный, сокращенно чмо, Евгений Алексеевич Федоров, он призывает, дает инструкции ловить, хватать, арестовывать, судить участников протеста в Хабаровском крае. Это очень серьезно. Это депутат Государственной Думы. У него странные взгляды. Сейчас это не так важно. Сейчас важно, что у него есть возможность, пользуясь своими депутатскими полномочиями, устроить в отношении вас, хабаровчане, репрессии. Необходимость этой тюрьмы. Не должно быть. Сепаратист не должен прощаться. Да, можно улыбаться, как это делает Владимир Владимирович, короткое время, но при этом обязательно сегодня улыбаться, а завтра зафиксированные факты врагов отечественных сепаратистов, экстремистов, которые оказались под фактами, да, они должны быть наказаны. Не обязательно сразу быть наказаны. По болотной площади, вы помните. Он называет жителей Хабаровского края, участвующих в митингах сейчас, сепаратистами, то есть за отделение от матушки России, и экстремистами, то есть людей, которые призывают к каким-то силовым акциям и так далее и тому подобное. Ребят, чтобы вы понимали, насколько это серьезно, очень похожая ситуация, вот просто вот удивительно, как в мире все связано и повторяется, то же самое произошло с Платошкиным. Федоров решил себе, втемяшилось ему в голову, подать жалобу на высказывание Платошкина. Якобы Платошкин говорит что-то неправильно. В итоге Николай Николаевич Платошкин сейчас под домашним арестом. Через неделю будет суд и будет решаться, вообще он выйдет, ему должны либо ослабить, либо ужесточить меру пресечения. Ребят, все очень серьезно. Против него работают десятки следователей по всей стране сейчас. Очень мощно трясут, долбят все движение за новый социализм по команде этого Федорова. Что сделают с простыми людьми в Хабаровском крае, мне даже сложно представить. И, собственно говоря, когда мы общались в студии, там не было противопостояния. Это просто иностранный агент, шпион, который на территории России осуществляет ее ликвидационные мероприятия. Десантник США, как мы его называем. Ну, мы направили его высказывание для анализа на предмет подпадания под статьи Уголовного кодекса. Если там найдутся основания, то, естественно, я направлю материалы о привлечении уголовной ответственности и немедленному аресту. Только не домашнему, а настоящему. Потому что, ну, мы должны с вами, мы же это предупреждали. Для того, он в 18-м году и был десантирован из Соединенных Штатов Америки в Россию. Для того, чтобы, грубо говоря, заменить Навального, который уже к тому времени американцы поняли, не справляется. И в союзе с КПРФ, который в давний союзник еще по 91-му году по ликвидации запустил процесс, собственно, ликвидации российского государства. Мы направили официальные бумаги тогда, еще больше месяца назад. Нет, бумаги или это официальный депутатский запрос? Все-таки это разные вещи. Это было письмо. Но просто в этом письме не содержалось требования арестовать, как вы понимаете. Да, я понимаю. Содержался анализ, да. А это письмо было подписано кем? Ной. На самом деле ситуация потрясающая. Интересно, что год назад у Платошкина и Фургала было недопонимание. Но сейчас из-за этого Федорова долбят и Платошкина, а скоро начнут долбать хабаровчан. Хабаровск. Внимание. Первое, что надо сделать. Нужно максимально огласить эту ситуацию. Нужно максимально расшифровать, что вы там не сепаратисты, вы не экстремисты. У вас есть конкретные законные требования. Вы хотите избирать свою власть, пользоваться своими конституционными правами. Народ у нас главный носитель власти. А вот то, что Федоров фантазирует, это все не соответствует действительности, будьте готовы, обменяйтесь между собой контактами, образуйте сообщество в социальных сетях обязательно. И как только кому-то из вас будут приходить повестки, как только у кого-то возникнут из вас проблемы по этой части, они могут возникнуть через несколько недель, через месяц, вы должны друг другу помочь. Я не знаю, провести какие-то акции, может быть какие-то митинги, может быть конкретно против Федорова, подайте на него жалобы. Ребят, готовьтесь, помогайте друг другу, защищайте друг друга, потому что это Федоров. В Думе начинает рассматриваться так называемый первый суверенный пакет из 100 законов, куда входит в том числе закон о борьбе с сепаратизмом, под который попадают все вот эти 10 тысяч человек, которые выходили в Хабаровске, и в отношении которых, между прочим, висит статья. Это Евгений Алексеевич Федоров объясняет, зачем у нас принята новая конституция. Вот новая конституция, там борьба с сепаратизмом, сейчас принимаются новые законы, и вот этими новыми законами можно будет раздолбать такой митинг, как в Хабаровске. То есть идет толпа, 10 тысяч человек, 30 тысяч человек, 50 тысяч человек, и кто-нибудь достает плакат «Трамп, помоги нам!» Нам российские власти помогать отказываются, какой-нибудь провокатор такой плакатик достает, или просто не очень умный человек достает такой плакатик. Все, всех вышедших на этот митинг, 50 тысяч человек, можно считать сепаратистами, ведь они шли рядом с плакатом «Трамп, помогай нам!» Трамп – это руководитель иностранного государства. Вот, оказывается, зачем новая конституция принималась, хабаровчане, еще раз, внимание! Это вопрос вашей свободы и безопасности. Пожалуйста, отнеситесь к этому максимально серьезно, распространяйте это видео. Они зафиксированы, эти сепаратисты, эти восставшие олигархи, да? Понимаете, что олигархи сами, Геребаско с Абрамовичем и Потанином по улицам Хабаровска не пойдут. Они наймут своих рабочих и либо через свою агентуру в том же правительстве Фургала поднимут, например, бюджетников, учителей, например. Вы поняли, да, хабаровчане? Вас подкупил Дерипаско и Потанин, которые против Путина устроили вот этот митинг. Супер, да? Вот я просто в законах не силен. Может быть, можно куда-то отправить жалобу за распространение фейковых новостей или как это вообще? Клевета. Короче, хабаровский митинг это сепаратисты, экстремисты, бандиты и ставленники олигархов. А вы что, думали, что как-то по-другому будет? Он под это реальные статьи и официальные запросы в прокуратуру оформляет, ребят. Как бы сейчас смешно это ни казалось, бред сущий от настоящего чмо, по-другому невозможно это понять. Но это реальная угроза. И протестом, то есть выбирать кого угодно, лишь бы таким образом дать кому-то там в Москве сигнал, что я протестую, то это идиот. Ну, очевидно, да? Поэтому в хабаровском крае сложилась вот такая идиотическая система. Когда идиоты определили определенную логику движения этого края. И эта логика, конечно, будет ухудшать ежедневно жизнь людей, о чем я постоянно и говорил. Ну, а здесь, как говорится, ничего удивительного. Евгений Алексеевич называет всех, кто голосовал за Фургала, кто участвовал в протестном голосовании, идиотами. Хабаровск. Идиотами. Друзья, на митингах в Хабаровске, как и в любом другом городе, как только собирается митинг, присутствуют сотрудники Центра Э. Центр по борьбе с экстремизмом. Я вам уже показывал сегодня в предыдущем ролике. Свободу! Вон там вдалеке стоят эшники. Свободу! Свободу! Вот эти люди сейчас они вас фотографируют, снимают на видео, обязательно фиксируют. И в любой момент, уже когда в митингеры зайдутся, рассосутся, через неделю, через две, через месяц, они начнут к вам приходить. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, будьте внимательны. И, как это ни странно, что в Москве Платошкина посадили, то, что Фургал сейчас, хотя у них был конфликт, сейчас они оба попали под маховик этих репрессий. Мне еще в том году я высказывался, что очень жаль, что они не нашли общего языка. Очень жаль. Несмотря на то, что даже если Сергей Фургал 15-20 лет назад был замешан в каких-то темных делишках и преступлениях, это совершенно не значит, что человек не имеет права на реабилитацию, на исправление и так далее и тому подобное. Вообще в нормальной стране, в теории, да, система исправительная называется, ВСИН, исполнение наказаний, но она должна приводить к тому, что человек восстанавливается, человек меняется, человек возвращается в общество и готов в нем нормально жить. У нас, походу, этого нет и в ближайшее время точно не предвидится. Сегодня мы в очередной раз собрались у памятника на Камергерском переулке для того, чтобы осуществлять наши прогулки в футболках свободу Николаю Николаевичу Флатошкину. Но 20 минут 1-го, 12-20, подъехала полиция с автобусом и 10 наших сторонников, сторонников Николая Николаевича, забрали в автобус и отвезли в неизвестном направлении. Нам надо держаться вместе, только вместе мы сила, поодиночке нас сломают очень легко. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии. Хабаровск, мы с тобой, до новых встреч, пока!